дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейген live сегодня среда 28 июня время 20 часов киеве такое же время в москве мы проводим очередной стрим на нашем канале у нас сегодня в гостях наш старый друг вячеслав мальцев слава привет привет вот бог свидетель мы хотели до всех этих событий провести эфир слава у нас тут был занят но мы назвали его мясной заслон или что-то в этом роде ли обороны мясом это как бы в продолжение какого-то нашего с тобой эфира где были мясные штурм или что-то в этом роде но события связанные в этот уикенд с пригожиным они внесли некоторую коррективу то есть мы назвали как мясо форрелла мясо навсегда так и мясо навсегда то есть мы просто лишний раз убедились что для нынешнего кремля в принципе солдатская биомасты и вообще любая человеческая биомасты это просто мясо просто мясо фактов тому масса таскать и в ходе этого так называемого рейда как распорядились судьбами обычных пилотов там и летчик которые сидели в этих самолетах вертолет вообще они как бы не в счет вообще не все как заявил фсб буквально сегодня что ли что мы горит дел то прекратили хотя него естественно не прекратили ничего не достигли не цели ничего не сделали такого вот что ты понял почему они делала прекратили формально потому что магнеровцы прекратили противоправить и праве есть да то есть они общины и преступление вот конечно конечно с момента с момента да естественно она там не не путем наступления преступных последствий они уже наступили в момент когда они первые вот вот просто двинулись то даже заявили что пойдут уже можно ладно про это они лётчиков сбили то есть вы мальчик это уже все это получилось помнишь как в этом когда сэр гамильтон но это не анекдота правда где-то в кингстоне там бух и его утром будет а у него такая репа и он гцр вы тут разгромили постоялый двор как ну включите в счет гцр вы тут там лошадь поребили включите в счет сэр вы слугом это включите его в счет понимаешь вот да и включите в счет но так об этом и речь вот получается что в сэр гамильтон это будет в соцсетях это вообще даже казалось у вас есть просто вот понимаете что наверно сегодня домашний я вам неоздал речь происходит вот он он не другой жизни который измеряется все их политические действия ну вот столько там угробили 15 человек но это же они же отказались от преступного там угробили как сам пригожин не мы пригожим ладно мы мы пристрастные люди мы их ненавимых но пригожин заявляет 100 тысяч выгорит уложили но казалось бы население должно услышав цифру как 100 тысяч за 16 месяцев 100 тысяч хотя естественно там скорее всего больше я думаю что даже генштаб в зсу может ошибаться про 200 и сколько там сейчас уже 20-30 можно нашего я не утверждаю но потому что реальные потери вообще никто не может посчитать я сейчас говорю о расисты я даже про украину не говорю а что мы еще нарушу среагировал что ну что ну что где что там и 200 где 200 там 500 вот то есть никакого чувствительности никакой чувствительности нет ни у власти не общество но общество понятно поэтому я хочу в разрезе этих событий они внесли корректировал в наш с тобой эфир мы собираюсь обжать контрнаступление фронт сдержит не сдержит теперь будем идти от двух событий самого контрнаступления что понятно в оценке через собственно и событий этого субботу с ксением связанных с военным мятежом ну фейку моим мятежом дело не словах называть как хотите но то что был то было во первых на твой взгляд чем это все закончится даже не то как это начинался ты можешь сказать но главный чем это закончится потому что разнятся оценки я то самое начало сказал что пригожин проиграет и много раз повторял там причина на то были но неважно это моя цинка так я ее считаю как ты это оцениваешь чем это закончится потому что это явно еще пока не закончилось и и у этого будет продолжать судьба пригожин судьба чувака вагнер судьба значит некоторых тут уже нью-йорк-таймс написал по поводу что суровикин знал все ну правда неправда но как хочешь оценивать да вот чем это все закончится в том числе давай послушаем тебе не но это будет продолжаться не закончится это может закончиться только с граника закончится замерзать и да да а для кого закончится продолжаться то есть что мы видим мы видим московский труб и мы видим у посягательству на московский труб да то есть со стороны там пригожина который поймал звездную болезнь безусловно, поймал звездную болезнь, будучи промежуточным звеном между командирами Вагнера и Путиным по передаче денег, по всем остальным делам, возомнил себя атаманом. То есть, ну, это же было очевидно, что Пригожин возомнил себя атаманом, полновластным, который может отдавать распоряжение, а распоряжение он мог отдавать только до той степени, до которой они, как бы, с которыми соглашались командиры. Я сразу еще год назад говорил, что Пригожин поймает звездную, вернее, поймал звездную болезнь, что Пригожин устроит обязательно кусание руки, которая его кормит и будет предан своими командирами. Я сейчас ничего нового в этом смысле сказать не могу, так оно и есть. Безусловно, Пригожин пытался что-то там вытворить такое, чтобы продемонстрировать свою такую особенность, чрезвычайность, да, и прочее, прочее. Конечно, с ним играли его наверняка какие-то силы, но я думаю, что фейсбошники, которые его крышуют и выдают ему всякие паспорта, они его использовали в этом направлении, потому что им много чего не нравится, но не связанное с войной там или еще чем-то. Им не нравится, что они теряют власть, а они думают, что эта власть от них уходит кому-то, а она никому не уходит, она просто растворяется, потому что власть в России теряет путинский режим. И Пригожинский мятеж хорошо это показал, когда люди поддерживали, и когда, если ты помнишь, я говорил, что если украинская армия пойдет на Врянск, то через 22 часа будет в Москве, Пригожин доказал, что это именно так, его мятеж. А, конечно, продолжение будет еще. Видишь, Лукашенко, который мечтает быть царем московским, тоже понимает, что если его войско, которое сорокатысячное, даже половина этого войска, которое снабжено гораздо лучше, чем Пригожинское, пойдет на Москву через Смоленск, то он за очень короткий промежуток времени, за 14 часов, окажется на Красной площади, и встречать его, Лукашенко, будут гораздо лучше, чем Пригожина. Встречать будут с караваями и в кокошниках, и говорить, батька, наконец-то, к нам пришел, потому что ты же сам понимаешь, что если просто даже предположить, собрать вату, и сказать, кого вам царем, Путина или Лукашенко, 95% скажут, конечно, Лукашенко, керем Путин, Путин. И даже раньше, когда Путин там был и царь, и бог, и воинский начальник, если были честные выборы, и выбирали между Путиным и Лукашенко, выбрали Лукашенко. Я проводил неоднократно соцопрос, и везде он был в пользу Лукашенко. Ни разу не было соцопроса в пользу Путина. В России, я имею в виду, то есть он популярностью в России пользуется гораздо больше, чем Путин. Какие последствия? Представь, мигранты, которых сейчас несколько миллионов человек, сколько никто точно не знает, больше десяти, это точно. А насколько больше, не знает никто. Последние вот три месяца, последние первые три месяца 23-го года, это официально, въехало 2 миллиона 700 тысяч, из них треть получила уже гражданство, основная масса получила разрешение на оружие, а многие уже это оружие купили, потому что кто-то судил им деньги, кто-то в диаспорах дает деньги на приобретение оружия. И понятно, что, конечно же, мигранты, имея такую массу, и люди из диаспор нам сообщали еще в декабре, что проводились, так сказать, штабные учения, ну то есть диаспоры между собой обсуждали вопрос, в случае, если надо протестовать, ну это так называется, сколько можно выгнать молодых людей, физически здоровых и так далее. Оказалось, что миллион человек, один миллион человек, это в декабре, сейчас, поверь, гораздо больше, это только в Москве. Представьте, 20 тысяч Пригожинских и миллион мигрантов в Москве. То есть, это проблема гораздо большая для Путина, чем Пригожинский, просто он не понимает пока, как это работает. И много чего показал этот мятеж, да, но главное, он показал, что в России нет власти, что в России нет силы, которые, ну власти и силы, они тождественны, рождественны, да, Пауа, да, и в китайский иероглиф, да, рука с палкой обозначает власть, рука и палка, вот нет, руки, которая бы держала палку в России на сегодняшний момент, все, когда ехали по Ригожинске, а вот это реальная палка, да, кадыровцы спрятались, издалека выглядывали, а кто приехал в Ростов, того положили, сразу, все эти тикток войска, очень смешно это выглядело, и наглядно тем, которые рассказывают, вот приедут кадыровцы, они же там всех распустят, ага, распустят, вы уже посмотрели, мы как это будет, тем более кадыровника в жизни, свое войско никуда не отдаст, кто же его защищать-то будет, поэтому сейчас совершенно очевидно, что будет продолжение, и что те силы, которые, ну, как бы, отмалчивались, старания стояли, но они, конечно, принимали участие, они будут принимать какие-то решения, смотри, кто-то попросил Украину не наступать, я думаю, и попросили в очень жесткой форме, а раз так, значит, эти силы уже не будут таиться, пытаясь защитить Путина, ибо именно для этого было сделано, то есть попросили не наступать, во время Пригожинского мятежа, что погоди, я тебе замечу, что Пригожинский мятеж длился всего сутки, ну, честно говоря, погоди, если Украина готова к наступлению, что же будут сутки ждать, это несколько часов и поехали. Не, не, тут суть не в этом, так сказать, и мы не видели того, чтобы на этот призыв откликнулись, ну, подожди, да я договорю, из опыта военных упустил такой шанс, никогда не поверю, это шанс, который бывает раз в сто лет. Стоп, 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 я к тому, что ничего не останавливалось, как двигалось все, так и двигается, как на левый берег высадились в район Олешек, так и высаживались, и никакого вот внешнего признака, что кто-то там остановился переждать, пока идет этот рейд на Москву, ничего этого не было, ну, не было, контрнаступление-то нет, если то, что вот происходит, это контрнаступление, ну, я, значит, его как-то по-другому представлял, понимаешь, вот предположим, когда все происходило там с Пригожным, что одну бригаду аэромобильную ВСУ не может, не могли отправить на Брянск, конечно, могли, все, сразу же в России власть бы упала, сразу не было никакого пути, вот бригада ВСУ оказалась в Брянске, даже не в Москве, все полностью прекращается сразу, поэтому этого не случилось, раз этого не случилось, значит, ну, как бы не я один стратег, да, и так далее, поэтому я, ну, это мое мнение, можем продолжать дальше, да, вот, посмотри, что мы видим, Китай, как-то себя он сильно не проявил, да, но мы же понимаем, что они напряглись, и что они, естественно, кулуарно участвовали, и им было очень интересно, чем это закончится, сейчас Китай, в общем-то, уже не в наслышке, а на практике понимает, что если кто-то пойдет на Москву, он мгновенно дойдет за один день, будет ли этот один день у Китая, чтобы прикрыть Москву, чтобы закинуть туда свои дивизии, нет, значит, движение сейчас же начнется, то есть, они сосредоточены сейчас в районе Семипалатинска, мы знаем об этом, несколько китайских дивизий, я думаю, что они должны в ближайшее время оказаться в Москве, какие-то случились вопросы, ты видел, Путин должен был выступить с эпохальным обращением, и прочее-прочее заявили об этом Песков, и заявил об этом Соловьев, о чем должно было быть эпохальное обращение, ну, понятно, что на волне Лукашенко обращение об СССР-2, с Белоруссией и так далее, кто-то же остановил Путина, кто-то сказал, слышь, ты куда лезь, что с ума сошел, это раньше тебе выгодно было, СССР-2 вместе с Лукашенко, а сейчас СССР-2 будет без тебя, будет Лукашенко царствовать, а ты-то пойдешь, и он быстренько меня включил в заднюю, это совершенно было очевидно, как дважды два, и много произошло тех событий, которые, честно говоря, ну, являются для нас очень выгодными, я имею в виду для сопротивления, ну, и, может быть, и выгодными для человечества, я вот, ты спрашивал, почему горел, я тебе сказал, был я на салоне Ля Буржи, и была у меня, как бы, цель, ну, это нельзя назвать целью жизни, конечно, но интерес такой был, посмотреть вблизи самолет Б-2, самолет Б-2 на Ля Бурже я не видел, почему? Потому что он в составе вооруженных сил был, а не в салоне, представляешь, что если в мае месяце этот самолет может летать в Майами, и его там могут показывать на каком-то совершенно мероприятии, там, ну, мелком, да, и тут авиасалон такой после коронавируса открылся, его и в Англии закрывали, и во Франции закрывали во время коронавируса авиасалоны, и тут вдруг раз и нет Б-2, и даже, ладно, Б-2 нет, Б-52 даже там ни одного нет, да, там стоит один старенький, Б-1, и все, а почему это произошло? Ну, потому что они в составе действующих военно-воздушных сил находятся, и они готовы были нанести удар, и мы видели, что 23-го числа, я приблизительно за неделю до этого говорил, что к 23-му числу все будет готово к нанесению ядерного удара по России, не будет принято такое решение или не будет принято, я не знаю, но я вижу, что все совпадает, да, то есть складывается, что размещают стратегические бомбардировщики на гражданских аэродромах, что говорит о том, что хотят им прикрыть и организовать, потому что не для того, чтобы их там не поразили, это никого не смущает, гражданские, а для того, чтобы не были отслежены взлеты, понимаешь, кто там взлетает с гражданского аэродром, как ты поймешь, да, поэтому много танкеров приехало, которые должны были заправлять в воздухе самолеты, произошло перемещение самолетов Б-2, в том числе из Гуама, ну и много-много-много всего, даже я говорю, на Ля-Бурже не было самолета Б-2, что говорит о том, что он был в каком-то другом месте, нам неизвестно, там условно на базе Рамштайн, и 23-го числа, то есть звезды сложились так, что мог быть нанесен тактический, ну, удар стратегический по России, да, ядерными, но тактическими средствами, то есть по местам хранения ядерного оружия, по аэродромам соответствующим, и по дивизиям РВСН, там базам подводных лодок, но этого не случилось, и может быть не случилось, потому что Пригожин восстал, представь, они там сидят, говорят, ну что, будем там превентивный удар наносить, говорят, да нет, там вон дураки восстали, посмотрите, так что, может так случиться, Марк, что через какое-то время, когда мы узнаем правду, придется предлагать Пригожина на Нобелевскую премию мира, потому что в результате его деятельности, не знаю, Марк, насчет не доживет, ты знаешь, вот больше года назад, ну я говорил, кстати, даже в твоем эфире, ну правда намеком, ну ко мне обратилась наша Санкт-Петербургская группа, и у них был план уничтожения Пригожина, причем очень крутой план, я не буду рассказывать тонкости, мы его еще реализуем как-нибудь на каком-нибудь путинском Гауляйтере, или может быть даже, ну, не важно, и план был стопроцентный, и они говорят, будем Пригожина? Я говорю, нет, они так удивились, говорят, а почему нет? Я говорю, потому что если, цитирую, я сказал, если у нас такие враги, то нам и друзья не нужны, понимаете, Пригожин, безусловно, трикстер, безусловно, в этом, если условно его назвать, Асгарде, да, он Локи, такой Локи, который постоянно, да, что-то чудит, и в результате, конечно, это очень, это очень выгодно нам, я думаю, что на этом не закончилась его деятельность, и Пригожин, конечно, выгоден в настоящий момент очень многим, хотя бы Лукашенко, понятно, что никакого Вагнера там не будет, и никто Лукашенко никакого Вагнера не даст. Почему? Почему не будет? Ну, представь, миллиард нужно, откуда Лукашенко миллиард возьмет? Да, это в частности. Снабжать Вагнер, чтобы тот сидел у Лукашенко и угрожал постоянно Путину, Путин, что ли, Путин, ну, он, конечно, не до такой степени, он сейчас что сделает? Он сейчас их растворит внутри войсковых частей, да, то есть, не будет этого целиком, Вагнера приел в первую степени. Ну, и растворит в войсковых частях на фронте, на фронте. А? Он растворит их на фронте, для того, чтобы бросить на передовую. Ну, не просто. Сейчас какая была ситуация? Ну, я уверен, да, что когда там этот Уткин дошел до 200, на 200 километров до Москвы, ему позвонил Патрусов, позвонил Бортников, сказали, слышь, Уткин, ты такой замечательный военный, ты там из армии улетел майором, или кем он там улетел. А ты же генералиссимус, ты че? Ты будешь генералиссимусом. Зачем тебе этот Пригожин? Он, видишь, сколько денег украл, а тебе мало дал и прочее, прочее. Ну, и такие звонки были наверняка каждому из полевых командиров, а именно они и рулят, и поэтому, наверное, они и отвернули, как бы они по-другому поступили. Они же как бы перспектив никаких не видели, для них какая перспектива прийти в Москву, захватить Москву, а что дальше? Ну, они сапоги, что дальше? Ну, ты захватил Москву, а дальше что? Выборы объявлять? Им говорят, ну, выборы там Навального пускать, а они, ёпт, какого Навального, понимаешь? То есть, у них свое представление о мире, когда они шли в Москву за добычей. Ну, то есть, они такие вот флебусьеры шли с добычей, а тут им звонят, говорят, добычка вам сама на встречу выходит, так что никаких вопросов. Погоны вам, деньги и бабы, там, все еще хотите. Пожалуйста. И, конечно же, в таких условиях Путин ни в коем случае никакой. Вагнер туда Лукашенко не отдаст, в лучшем случае батальон туда какой-нибудь уйдет. Он их растворит, в своих частях отправит на фронт, их там зачистят и все. Но Лукашенко в данном случае Вагнер не нужен. Ему нужен Пригожин, который олицетворяет этот Вагнер. Ему даже командиры не нужны. У нее есть своя армия. И, как Лже-Дмитрия, можно над своей армией поставить командиром, ну, формальным командиром Пригожином. Вот он ведет там спасать, а тут еще Лукашенко и прочее, все, и в небо чепчики бросали, да, все, все как положено. Поэтому Лукашенко, конечно, готовится к походу на Москву, это совершенно очевидно. Если это, я думаю, что это даже Путину очевидно, почему он отказался вот эту речь произносить, которую они заготовили. Лукашенко свою, Путин свое, о чем? Об объединении. И если раньше объединение, что сулило Лукашенко, что он будет губернатором, то сейчас объединение Лукашенко сулит то, что он будет московским царем, а Путин может оказаться как бы заключенным, да, замка Ив, там, и так далее, а он этого не хочет. Ну, в смысле, он, может быть, это и не понимал, пока ему не объяснили, потому что он не очень умный человек, и тем более сейчас еще старческие болезни. Поэтому сейчас ситуация очень интересная. Лукашенко, конечно, поддерживает Китай в полном объеме, гораздо больше, чем Путина, или Мишустина какого-нибудь, но они, как всегда делают китайцы, они не ставят на одну фигуру это делать. У них есть Мишустин, Медведев, самый замечательный, да, потому что он политические трупы, им легко манипулировать. У них есть Володин, у них есть Лукашенко, я думаю, что Шойгу, конечно, хотя карта Шойгу уже сыграна, но ты видишь, Китай его жестко защищает. Путин сказал, не только Китай, да, Китай. Убери этого Шойгу и все. Но Шойгу является как бы установленным китайским агентом, с 90-х годов он сотрудничает с Китаем, он был первым из россиян, кто поздравился Цзинькина лично, с назначением на высший пост. Его назначили в 14-м, в 13-м, я уже забыл, в 14-м году назначили в 14-го марта, а 21-го марта уже поздравлял его Шойгу и Лобезал, да, вот представляешь, то есть допущен до самых высших. Поэтому Шойгу, конечно, защищают очень серьезно, и я думаю, что последствия, ну, то есть, вот, подводить итоги Пригожинского мятежа еще рано, потому что есть длящиеся моменты, есть инерция. Но самый главный итог, что я имел в виду путинские, посмотри, какие были у правительства, то есть они постарели лет на 10, и после своего заседания они думают только об одном, как свинтить. Главный вопрос, который теперь они будут решать все время, как лично выйти из этой игры с наименьшими потерями, чтобы остаться с головой прежде всего. Другие люди поняли, что в России возможна гражданская война, и можно лишиться башки, и так далее. И каждый теперь из этих людей должен ответить себе только на один вопрос. А место-то мое где? То есть, если вот внутри вот этой гражданской войны, то, значит, нужно свою голову снять, так сказать, и на блюде в заклад положить. То есть, я проиграю, останусь без башки. Готовы они играть под такой заклад? Вот мы с тобой готовы. И давным-давно играем. Уже давным-давно свои головы сняли и положили, как в свое время Шамиль Басайев. Они готовы? Я думаю, них не готовы. Но они не понимают только одного, что от них уже ничего не зависит. Что снимут они головы, положат их на блюдо, или не снимут, не имеет значения, они все равно без них останутся. Если мы победим, а мы обязательно победим, они нигде не спрячутся даже в Антарктиде. Но они этого, слава богу, не понимают. И пусть не понимают дальше, потому что тогда они будут драться до конца. в Антарктиде. В Антарктиде.